это не слухи это серьезная идет проработка о том чтобы ну мы уже услышали у нас должны быть платный въезд в горы в города платный въезд определенные улицы платный ест во двор как они называют это регулирование движения транспорта и пешеходного движения в рамках вот субъекта либо города сюда же подпадает велодорожки платные могут быть пешеходные переходы платные могут быть туда как раз входит и переходы подземные и надземные значит все это в одном пакете и юридически нормативно уже прописано насколько пойдет далеко законодатель утверждая эту эту и хамски будет предложать и предлагать исполнительную власть реализации вот этого закона ну мы увидим буквально в ближайшее время у нас сегодня уже осталось одно право бесплатное пока это дышать воздухом я всегда утрирую но говорю наверное дойдут до того что вдох будет 2 рубля выдох рубль если не хватает у тебя 50 копеек то на выдох ты и сдохнешь в царское время значит уже брали за проезд на территории определенного субъекта разные тарифы на проезд по дорогам мы знаем к чему это привело можно до бесконечности накладывать налоги на плечи гражданам российской федерации но есть предел разумности и предел доходности граждан насколько они могут и вот это все оплачивать из и надо ли это на мой взгляд именно советская система была самая благородная самая рациональная и самый заботливая о гражданах советского союза а сегодня говорят капитал в грыз в горло соседа вырвал выжил остался наверху значит ты гигант ты человек а все остальное можно так сказать топтать ну к сожалению сегодня вот именно такое общество общество крупного капитала и приоритета частной собственности приоритета олигарха олигархии приоритета чиновникам над здравым смыслом вот мы видим такие инициативы а